Ряды спортсменов-любителей пополняют жители Кустанайской области в регионе. Задались целью охватить массовым спортом как можно больше населения, включая детей. Для этого в городах и селах строят лыжные базы, центры бокса, теннисные корты и физкультурно-оздоровительные комплексы. На эти цели по поручению президента страны перенаправили спортивный бюджет региона. До конца года помещение в 2500 квадратов появится у боксеров из школы Олимпийского резерва. А сейчас здесь завершают строительные работы и завозят инвентарь. В данном зале установлены два олимпийских ринга, которые соответствуют олимпийским стандартам. Зал предусмотрен и для проведения учебных тренировок, сборов и проведения соревнований. Предусмотрена зона общей физической подготовки, которая будет оснащена современными силовыми тренажерами. А для лыжников по дорожной карте занятости возводят базу. Теперь спортсменам не придется самим прокладывать трассу по снегу и ездить на сборы в другие города. Для полноценных тренировок строят 2,5 километра дороги с трамплинами. Они будут дома тренироваться уже по стандартам. Лыжная трасса будет и зимой, и летом работать. А летом будут дети на лыжах кататься, а зимой дети на лыжах будут кататься. Со спортом в регионе дружат больше 280 тысяч жителей. Это свыше 32% населения. В числе популярных – футбол, баскетбол, настольный теннис и лыжные гонки. У нас культивируется по области 136 видов спорта. Из них 35 видов олимпийских видов спорта, 13 видов национальных видов спорта, 36 видов неолимпийских, 14 технических видов спорта и 40 видов инвалидного. Условия для занятий спортом создают не только в городе. За последний год в селах региона появились 6 футбольных полей с искусственным покрытием и 4 физкультурно-оздоровительных комплекса. Еще два таких объекта построят в следующем году. Наталья Строкова, Ермек Мухмедяров, Кустанайская область, Хабар, 24.